Счастье на Волге не дает покоя. Архитекторы, историки и просто неравнодушные чебоксарцы в очередной раз собрались, чтобы обсудить благоустройство московской набережной. В этот раз речь шла про ее историческую часть. Ну, мне как историку, конечно, не хватает исторической набережной, исторического объекта. Это мнение историка Юрия Гусарова, пожалуй, определяет суть проблемы. Несмотря на то, что большая часть старых чебоксар, увы, на дне залива кое-что как раз в районе набережной осталось, к примеру, бывший кинотеатр Родина и Свято-Троицкий мужской монастырь. Кроме того, при благоустройстве сквера Константина Иванова случайно обнаружили останки, предположительно бабушки царя Михаила Федоровича Марии Шестовой. Так что это место тоже может претендовать на звание исторического. Только вот когда в марте этого года столичные чебоксарские архитекторы разрабатывали концепцию благоустройства набережной, в расчет эти объекты не брали. Теперь это решено исправить. Так что должна появиться новая концепция. Правда, судя по всему, это будет непросто. Оборонительный заборчик, который отгородился Троицкий монастырь от остальной части набережной, на которой идет довольно активная жизнь, говорит о том, что есть конфликт. В этой зоне есть конфликт, и его надо как-то решать. И мы видим именно ночное время, например, людей, которые ведут себя неаккуратно. Шумят, организуют какие-то дискотеки из машин. Попытки городских властей придать набережной историчности искусственным путем столичные специалисты не оценили. Так искусствовед и эксперт по музейным пространствам Анатолий Голубовский назвал ворота в подземный город камином Папы Карла, за которым ничего нет. Горожане проходят мимо этих ворот, как-то стараются на них не смотреть, потому что как-то неловко. И вот что-то там было такое подлинное, а тут нам какую-то предлагают подделку. Новую концепцию специалисты предлагают строить вокруг объектов подлинных, пусть даже это насосная станция в стиле модерн. Надо сказать, в листе ожидания стоят еще идеи, предложенные архитекторами еще в марте в процессе воркшопа «Марш по набережной». Во время разработки рабочей документации всплыл ряд неуточненных обстоятельств. К примеру, строительство очистных для ливневой канализации. Впрочем, главный архитектор города Вениамин Мамуткин пообещал, что все будет исправлено и реализация мартовской концепции начнется уже этим летом.